Эта выставка картин как раз тот самый случай, когда все вокруг знакомо. Это дом хозяина кирпичного завода в Подвязье. Остатки былой роскоши в элементах усадьбы Приклонских-Рукавишниковых. Фонтан в центре Богородска. Узнали? Конечно. Это наши, родные и близкие места для каждого богородчанина. Здесь я встретила настоящий, нетронутый, с наличниками. Вот этот первый этаж кирпичный, второй деревянный. Очень мне нравятся такие дома. Я рада, что успела его запечатлеть. Напомним, в августе в Богородске проходил Всероссийский пленэр в рамках проекта «Поэты правобережья Аки» Сергей Есенин и Николай Власов-Окский». Художники из Рязани и Богородска рисовали богородские пейзажи. Итогом Всероссийского пленэра стала выставка «Окская элегия», организованная Управлением культуры администрации округа, Центром развития туризма и Музеем керамики. Дружба между Богородском и Рязанью крепнет. Это отмечают все гости выставки. Глава округа в приветственной речи выделяет особую культурную значимость реализации таких проектов. И упоминает Рязань уже как город-побратим Богородску. Я хочу поблагодарить наших побратимов, наверное, так буду говорить, да, которые связывают нас. История, история двух наших великих поэтов, Есенина и Власовского. Но действительно у нас уникальные места, я считаю, с историческими какими-то ценностями в виде наших архитектурного наследия, но и тех мест, которые вот здесь вот показаны. Это правомережье, это и Хабарске, и вот я вижу и Дуденево, Ричкорд, и Тетерюкино, и Подвязи. И действительно, наши места очень похожи. Широта полей и рек, изгибы проселочных дорог, сохранившиеся элементы дворянских усадеб. Это и подмечали художники в своих картинах. Когда мы здесь вот уезжали, мы оставляли на полу этюды. Когда мы приехали, увидели на стенах, это уже все. Это же пленоценные такие, достойные работы, да. Конечно, здесь сыграло большую роль оформление. Надо бы сказать большое спасибо Александру Юрьевичу Чернышеву, который занялся этим оформлением, отнесся очень ответственно. И каждую работу он подчеркнул, сделал ее индивидуальной. Поэтому, увидев на стенах, мы очень довольны результатом. Свой особый взгляд и участие в выставке есть и у богородских художников. Многие впервые рисовали Дудин монастырь, Кабацкое озеро, Окский затон. Я помню, было такое настроение, ну типа дождик, такие тучи берзовые. Ну вот, как вы видите, я пытался их отобразить. И поскольку здесь снизу река, то есть там рыбалка, там шиповник, я все эти места знаю, очень люблю. И как бы вот это отражение моих впечатлений и чувств. Акварель, масло, пастель – стили, в которых работали художники. Каждая картина притягивает взгляд, заставляет присмотреться и еще раз понять, как по-разному мы видим мир вокруг нас. Без вот каких-то таких вещей, которые идут от сердца, искренних, объемных, где проявляется мастерство, индивидуальность людей разного возраста, и прежде всего молодых, у нас просто будущего нет. А так как все здесь происходит, и в последнее время, я надеюсь, у нас в Союзе, в Рязани, будущее у нас есть. Оно светлое достаточно, интересное, разнообразное, где-то даже мощное, я думаю. Вот мы поднимаемся опять. Организаторы выставки приглашают баграчан познакомиться с уникальными работами. Кстати, все работы продаются. Анна Сычева, Наталья Киселева, Богородск ТВ. Анна Сычева, Богородск ТВ